Левиафаны Левиафаны — это морские гиганты, которые населяют океанское дно. Помимо грабежей и налетов на морские суда, левиафаны борются между собой за контроль над подводными морскими путями. Существует два клана левиафанов — это Мер и Мен. И именно они враждуют между собой за овладение этими путями. Абсолютно все левиафаны поклоняются морскому богу Мейлерону. Они ходят по морскому дну и ищут для него подаяния. Бывали случаи, когда армия левиафанов намеренно шла и грабила других морских существ, таких как слезринцы. Ведь все знают, что их сокровищница не знает границ. Среди левиафанов был один, который немного отличался от других. У него было свое мнение. Звали его Тайдхантер. Долгое время Тайдхантер наблюдал за всем, что творится в океанских глубинах. Видел вражду кланов и войны за морские пути. В конце концов, ему все это надоело, он оставил левиафанов и отправился в мелководье. Но прежде чем он достиг своей конечной точки, Тайдхантеру довелось поучаствовать в одном очень громадном сражении, которое положило конец сразу всей битве. Пока Тайдхантер двигался по морскому дну, он забрел в места нахождения дрожащих островов, где именно в этот момент развернулась страшная битва. Там воевали два флота, людей и демонов. Силы были неравными, и люди решили призвать на помощь призраков с помощью тайных заклинаний. Призраки сражались на стороне людей и уравновесили собой нехватку боевой мощи их флота. Всплыв на поверхность, Тайдхантер увидел страшную битву, и в самом ее сердце был адмирал, которого знали и ненавидели все морские существа. Его звали Адмирал Кунка. Немало вреда он принес морским обитателям, и Тайдхантер решил раскидаться с ним, а заодно и уничтожить флот людей и демонов. Тайдхантер заплыл в самый центр сражения и начал взывать к Мельрону. Неожиданно подул ветер, и поднялись сильные волны. Сначала из воды появились огромные щупальца, а затем показался и их владелец. Это был Мельрон. Словно щепки он раскидывал корабли в разные стороны, крушил их оскалы, пока не осталось ни одного корабля. Лишь трупы и остатки кораблей плавали на воде, и Мельрон пропал. А Тайдхантер с довольным видом отправился дальше в путь к мелководью, прихватив с собой якорь флагмана самого Кунки. В том побоище погибли практически все, кроме самого Адмирала. Ему чудом удалось выжить. С тех пор Тайдхантер греет надежду, что он снова когда-нибудь встретится с Кункой лицом к лицу, и раздавит его этим самым якорем. А если тебе понравилось это видео, поставь лайк и подпишись на канал. А с вами был Капитан Ракета. Всего доброго и до скорой встречи. Субтитры создавал DimaTorzok